Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, братья и сестры! В последнее время я, к сожалению, встречаю много людей, которые не выдерживают искушения. Хорошо помню, что мы уже два дня говорим на эту тему – искушения. Но Господь побуждает меня вместе с вами посетить сегодня Гефсиманский сад. Мы прочитаем Слово Божие из Евангелия от Луки, 22 глава, читаем с 39 стиха. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им – молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря – «Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежней молился, и был пот его, как капли крови, падающей на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им – «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Искушение. Как не впасть в искушение? Мы прочитали, что Иисус пошел по обыкновению на гору Юлеонскую. У нашего Господа было место, где Он бывал для молитвы с Отцом. Есть ли у нас обыкновение молиться? Выделенное время для общения с Небесным Отцом? Есть ли такая внутренняя потребность? Помню, нас посетил один брат-евангелист из Германии, Вильгелем Пальс. И на одной из конференций со служителями он говорил о молитвенной жизни служителя. Братья попросили его рассказать, как он сам практикует молитвенную жизнь. И брат Вильгелем Пальс сказал очень много добрых, полезных советов. Например, что он никогда не спит больше семи часов. И если я, говорит, ложусь в десять, я встаю в пять утра. Он говорит, затем сразу подъем. Ни одной минуты под одеялом после будильника. После освежающей душ и молитва. Тут кто-то из местных братьев сказал, это были девяностые годы, когда у нас не везде вода была даже в домах. И кто-то сказал, вам хорошо, у вас есть душ. Брат немного сконфузился, но затем быстро сказал, братья, если бы я жил в Казахстане, я бы что-нибудь придумал, но я бы молился. Иисус говорит своим ученикам, бодрствуйте и молите, чтобы не впасть в искушение. Обратим внимание, сказал, и дальше написано, и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Он сам делал то, чему учил. Уча других молиться, молимся ли мы сами, родители, дети? Иисус два раза за короткое время сказал эти слова, что надо молиться для того, чтобы не впасть в искушение. Это говорит о важности такой молитвы. Сколько раз мы уже слышали это. Помните, не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Хочу спросить, вы сегодня уже молились об этом? Вы встречаете искушение? Сегодня они были в вашей жизни? Вы устояли? Вы не завидовали, не раздражались, не желали ничего того, что вам не принадлежит? Иисус говорит, молитесь, чтобы удержаться от греха. Гефсимания – это был сад на горе Елеонской. Гефсимания обозначает пресс для выжимания оливок. Для Христа это был особый пресс. Здесь решалась судьба всего человечества. Гефсимания произошла одна из самых важных побед. В эту ночь только Иисус остался сильным, победителем искушений. Он молился. И, находясь в болении, не перестал молиться, а молился прилежней. И был под его, как капли крови, падающие на землю. У нас у всех практически каждый день есть своя гефсимания. Когда враг прилагает все усилия, чтобы нам не исполнить волю Божию. Христос дал своим ученикам совет, который является ключом к победе в искушениях. Молитва дает силу сопротивляться искушениям и побеждать искушения. Иисус победил. Иисус сказал, не моя воля, а Твоя да будет. Только молясь Господу, мы сможем в искушениях победить нападки врага нашей души. Только в молитве мы получаем силу отказаться от своих желаний, от своей воли, чтобы подчиниться Его Божественной воле и жить по Его Слову. Будем исполнять совет Господа. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Время молитвы 21.00. 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 Время молитвы 21.00.